Представители бизнеса, общественных и научных организаций собрались за круглым столом, чтобы обсудить и представить свои идеи по разработке стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года. Процесс формирования документа будет разделен на три этапа. Разработка ведется администрацией города совместно с командой финансового университета при правительстве Российской Федерации. Первый этап – это сбор информации, это анализ ситуации в различных сферах жизни. Это экономика, это и демография, это и образование, это и физическая культура и спорт. Длится он как раз с сентября по январь. На втором этапе создания стратегии будет определен сценарий развития, стратегические направления, а также приоритетные проекты и программы. Также разработают меры для их эффективной реализации, проведут оценку финансовых ресурсов. А уже на третьем этапе будет разработан план мероприятий по достижению целей, обозначенных в стратегии. Самара – очень уникальный, очень разносторонний, очень разноплановый город. Самара и туристическая, Самара и промышленная. Самара действительно историческая. Это большой потенциал и, конечно, это сложности в том, чтобы как соблюстить комплексное развитие с учетом различных сторон, различных интересов и с учетом того, чтобы сохранить эту уникальность, смотря на вызовы современности. Также в разработке стратегии социально-экономического развития участие принимают жители города. Они проходят опросы, предлагают свои идеи. Стратегия является тем документом, который определяет те параметры, которые заложены на перспективу. Каждый житель города, каждый бизнесмен, каждое предприятие и общественная организация, они имеют свое видение, каждый в своем профессиональном направлении. Эти видения мы должны учитывать, чтобы стратегия действительно была разработана в интересах всего города. Напомним, что существующая стратегия завершает свое действие в 2025 году, поэтому администрация города приступила к формированию новой до 2036 года. Августина Охременко, Григорий Плешаков, События.